Досада. Именно этим словом хочется охарактеризовать ощущения от всей сложившейся ситуации в микрорайоне Купеленка. Новенькие дома, улучшенные планировки, место, какое еще поискать во всем Подмосковье, река, лес. Но есть одно обстоятельство, которое разом перечеркивает все достоинства. Мы задыхаемся, мы в ловушке, в собственных квартирах находимся. Видимо, через какие-то петли оконные проходит запах квартиры, который не выветривается ничем. Ахиллесово-Пита микрорайона – вот эти веселенькие шатры. Но не спешите умиляться, это не цирк Шапито, а очистные сооружения. И они не справляются с той задачей, ради которой здесь существуют. Отсюда и зловоние, разливающиеся по округе. Спасти жителей из парфюмерного плена вызвалась компания «Независимые водоканалы». Нам передали этот объект и нам доверили этот объект в том состоянии, в каком он находился. То есть здесь был ряд ступеней технологических. Вышли из строя, не работали, пришли в негодность. На сегодняшний день ремонт и реконструкция завершены полностью. Вот на сегодняшний день в полном объеме мы завершили монтаж основного оборудования. И сейчас идет процесс пусконаладки данного объекта. На сегодняшней встрече с многострадальными жильцами представители компаний и должны отчитаться о выполненной работе. Однако градус дискуссий повышается с первых же минут. Я сижу сейчас целыми днями по собственным причинам дома и я вам говорю, что запах есть. Представители администрации Ленинского района выступают в роли разводящих конфликтующей стороны. Все вместе заходим в шатры, дабы воочию увидеть плоды труда компании. На месте сотрудники рассказывают все предметно. Эта труба будет подседена, это устройство будет подседено в течение недели, правильно я понимаю? Во время экскурсии по очистным сооружениям сотрудники независимых водоканалов убеждали жителей и администрацию в том, что все уже хорошо, а будет еще лучше. Однако жильцы их оптимизм не оценили. Причем нам говорят, что приходите через неделю, это точно, тогда будет точно завершено строительство. И при этом убеждают нас в том, что уже не пахнет на районе. По мнению жителей, вот он, корень зла и вообще всей проблемой этого микрорайона. Запах. Это помещение называется аэротэнк. Именно сюда происходит слив канализационных вод. И запах здесь, надо сказать, стоит просто непередаваемый. Но я не знаю, может быть он именно в этом помещении и должен быть таким. Сейчас мы спросим у технолога. За ответом идем к Александру Трунову, начальнику службы эксплуатации этого объекта. Кому как не ему быть в курсе. Конкретно в этом месте запах нормальный, потому что здесь как раз и происходит биологическая очистка источной воды. Понятно, что ответ «не знаю» не может удовлетворить ни жильцов, ни администрацию Ленинского района, для которой ситуация к концу встречи прояснилась окончательно. Покинув помещение неудовлетворительно работающих очистных сооружений, независимым водоканалом были указаны все их недоработки. Сергей Куканов назначил сроки, которым они должны быть устранены. И не на словах, как сегодня, а в самой, что ни на есть, действительности. Представитель, подрядчик утверждает о том, что работы будут завершены в течение недели. В принципе, мы оцениваем эти сроки как реальные. Соответственно, горизонты завершения работ видны. После этого уже можно в постоянной основе брать отборы проб воды, чтобы отслеживать качество выполненной работы, как качество воды, которая будет выходить из коллектора очистных сооружений. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры сделал DimaTorzok